Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рассмотрим с вами сегодня нечто уникальное. Очень хочется сравнивать Google таблицы и другие редакторы таблиц, о которых я упоминать сегодня не буду, чтобы это не звучало, что что-то хвалю, что-то ругаю. Просто хочу представить вещи, которые, можно сказать, аутентичны для данного сервиса, насколько это было бы вам полезно и интересно. Соответственно, семинар проводит преподаватель Центра специалист Романова Инна Витальевна. Это я, собственно. Я сертифицированный специалист от компании Microsoft. Есть у меня соответствующие экзамены сданные уже. Это экзамены по Excel, Word, PowerPoint, специалистам, которых в Центре специалист я и являюсь. Особая специализация программы PowerPoint. Автором курсов я являюсь. Уровень первый, уровень второй. Ну и люблю, работаю, специализируюсь на других приложениях. Пакет Office и, собственно, Excel также. Если вы, возможно, проходили обучение у меня лично, мне было бы очень приятно, если вы мне сейчас просто плюсик отправили в чат, то было бы приятно поприветствовать именно тех учеников, с которыми я занималась лично. На Excel уровне 2, на PowerPoint. Ну, конечно, всех-всех приветствую. И текущих, и будущих учеников. Итак, курс, на который я вас... Ага, Наталья, Елена, здравствуйте, спасибо. Курс, на который я вас приглашаю, это будет курс совершенно новенький, курс, который проходит 18 апреля. Это будет открытие, прям-таки новинка. Информация есть также на нашем сайте. Google таблицы базовый. Если так пробежаться по программе данного курса, вы обратите внимание, что он очень похож на курс, который вы проходили. Ну, вот, например, можете так сообщить мне тихонечко в чат, на каком курсе вы рассматривали функцию сумма с условием, или функцию счета с условием, или функцию среднего с условием по выборке, или вот функцию если, а внутри нее функция или, или функцию сцепить, или функцию доля года, или функцию ВПР. Есть такой курс в центре специалист, на котором эти формулы разбирались на примерах. И вот, Александр Александрович, наверное, вот вы говорите, что вы проходили уровень и один, и два. Да, есть такой курс Excel уровень 2. Это один из самых популярных офисных курсов в центре специалист, и по нему идет хороший методичек, превосходный от куратора направления Excel, от набора упражнений, как аудиторных, так и домашних файлов. И вам предлагаются совершенно иные практические задачки, ну, то есть мысль тот же, примеры другие, в рамках курса Google таблицы базовые рассмотреть тоже. То есть для закрепления, для практики. Зачем вам вообще рассматривать Google таблицы, если он в чем-то копирует программу другого курса? Ну, вот ответ на этот вопрос мне задают, и ответ, наверное, такой, что это бесплатно, бесплатно, да, что многие организации сейчас переходят на работу с Google, как на совершенно бесплатный сервис и очень удобный при совместной работе с файлами, и с презентациями, и с вордовскими файлами, и с таблицами тоже. То есть есть возможность закрепить материал, есть возможность его еще раз проработать, и если что-то осталось, ну, скажем, недосказанным на курсе Excel уровень 2, есть возможность пройти все это, но только в новой оболочке. Вот такая вот задачка. Кроме того, есть совершенно отдельные задачи, которые решает Google таблицы, связанные с аналитикой. Это будет уже следующий у нас уровень. И есть совершенно особенные аутентичные функции, которых в Excel нет. Ну и, конечно, все равно можно добиться своих задач, так или иначе, но вот такая вот возможность будет вам представлена сегодня. Это функции sort и certain, функции, которые имеют английский вариант прописывания, но это не очень сложно, если вы уже работали в Excel, вы знаете, как пишется формула. Равно название функции, точка запятой, в качестве разделителя аргументов, в общем-то, все знакомо. Разве что язык английский, может быть, это вот просто будет чуть-чуть для нас необычно, чуть-чуть сложно, возможно. Итак, также в рамках данного курса у нас проходит и обработка данных, это и проверка, и условное форматирование, и немножко работа с диаграммами, ну и, конечно, с вводными таблицами. Вот всех-всех-всех приглашаю 18 апреля, первое чтение этого курса будет у нас и прекрасная методичка, набор практических файлов, всех приглашаю. Так, ну а пока вот данный семинар у нас будет об особенной функции, которая есть у нас только в Гугле, это функция sort, а также sort. Ну вот несложно догадаться, что это функции, которые представляют из себя функции сортировки. Помимо обычной сортировки, которая в Гугле также имеется, есть возможность работать с формулой, а это всегда плюс. Формула живая, она обновляется в состоянии с исходными данными. И функция, функция sort сейчас будет вам представлена, после чего мы по ней маленькие итоги подведем. Вот сейчас перед нами основная цель данной функции, а также ее синтаксис. Всего три обязательных аргумента в этой функции находятся. Это данные, которые вы сортируете, здесь надо будет указать табличку целиком, но только без заголовка, шапочку мы с вами приделаем потом. Затем номером в виде числа, то есть один или два или три, надо указать номер, столбец, который будет у нас приоритетный в сортировке. Ну а затем принцип, либо по возрастанию, либо по убыванию, за этот принцип будет отвечать одно из слов, либо true, истина, либо false, соответственно, ложь. Либо true, либо false. Ну и уровни сортировки, многоуровневая сортировка в вашей формуле поддерживается, может быть и столько уровней, сколько вообще столбцов в вашей табличке находится. То есть само ограничение даже не прописывается в синтаксисе, сколько угодно, сколько угодно уровней сортировки можно создавать. Вот есть ли похожая функция у нас других табличных редакторов? Такой вот вопрос. Да, сортировать можно. Есть такие операции по обработке данных, находится на вкладке данные, кнопочка сортировка в одном известном табличном редакторе. Но вот именно формулу сортировки я что-то не припомню. Я думаю, что вы тоже скажете, что вот нет, не помню такого. И вот на этом моменте я перехожу уже непосредственно к практике. Остальные слайды презентации я уже буду так для того, чтобы немножко подбить результат, показывать. Сворачиваю презентацию и непосредственно обращаюсь к сервису Google таблицы. Google таблицы я ранее высылала ссылочку в чат. Сейчас, простите, я ее продублирую, эту ссылку. Вы должны получить следующую ссылку. Функции открываются. Но так как файл доступен вам в режиме только для чтения, вам предлагается создать копию этого файла. Копию файла. Для этого в меню файл команда создать копию и работайте уже в ней по-хозяйски, поскольку прав на работу с этим материалом я вам не предоставил. То есть здесь работа с этим файлом носит ограниченный характер. Поэтому обязательно создавайте копию. Файл создать копию. Я уже вижу, что много читателей присоединилось, уже смотрят на файл, ребята. Но все-таки работа с этим файлом не с оригиналом. Пусть производится, обязательно создавайте себе копию, чтобы проводить подобного рода тренировки. Ну, либо работайте со своим файлом. Либо работайте со своим файлом. Эксперименты я собираюсь проводить ниже. Ну, вот на каждой следующей строке в настоящее время помещаю курсор в ячейку А20. Итак, мы рассматриваем синтаксис, синтаксис формулы SORT. Синтаксис формулы SORT. Очень похоже на любой табличный редактор. У вас здесь находится устройство. Некоторое такое вот главное меню наверху. Файл в том числе создать копию. Да, вот о чем мы говорили. Правка, вид. Ну, в случае неудачных действий мы с вами просто отменяем действие назад. Сочетание клавиш CTRL-Z у нас поддерживается. Ну, или, соответственно, стрелочка направленная влево. Это не жизнь. Здесь все можно изменить. Что еще? В случае неверно введенных данных достаточно нажать на клавишу DELECT на клавиатуре, и данные будут уничтожены. Данные будут очищены. Есть также в меню правка, или если вы любите использовать правую клавишу мыши, команды удаления доступны. Команды удаления со сдвигами в том числе доступны. Ну, за очистку отвечает все-таки клавиша DELECT на клавиатуре. Итак, в настоящее время я нахожусь на ячейке А20 и собираюсь вводить формулу, будьте внимательны, на английском языке. Советую вам держать глаза на строке формул, которая у меня будет отображаться вот здесь под стандартными командами. Ну, здесь всегда все будет видно. Все видно будет хорошо. Я даже ее немножечко сейчас собираюсь расширить строку. Так, попробую здесь все вскрыть, здесь вот так, расширить. Ну, в принципе, наверное, скрывать не буду панельку главного меню, пусть остается на экране, но вот специально расширяю строку формул, чтобы она хорошо была видна. Итак, в ячейке А20 я нахожусь и начинаю писать формулу равно, равно SORT. При вводе формулы первые буквально несколько символов, так же, как и в другом табличном редакторе, выскакивает небольшое предложение из функций, которые начинаются вот с таких букв. Клавишей, стрелочкой на клавиатуре можно вверх-вниз навигировать, чтобы выбирать нужную функцию. Нам нужна SORT, на который по умолчанию остановка производится. И если вы выберете ее двойным щелчком мыши, даже одним щелчком мыши, так можно, так можно. Если вы предпочитаете все-таки с клавиатурой работать, выбор функции, ну и в Excel тоже все-таки привязался, клавишей TAB на клавиатуре производится, и так тоже можно. Довольно внушительная подсказка, которая часто смущает, а то и раздражает, вот выскакивает, но довести ее до более компактного вида можно с помощью клавиши F1. F1, попробуйте, сворачивается. F1, еще раз, разворачивается, разворачивается. Shift F1 полностью закрывается. И опять-таки F1 еще раз вызывается. То есть клавишу F1 переводит во время прописывания формулы, когда вы ее уже выбрали, подсказку в расширенный режим, в сокращенный режим, ну а Shift F1 убирает подсказку вообще. Ну оставьте себе тот вид, который вам более комфортно наблюдать. Ну разумеется, можно управлять, развернуть и свернуть с помощью стрелочки, возникающей на подсказке, так и закрыть вообще. А для открытия щелкнуть непосредственно по вот такому значку синего цвета, вопросительный знак, можно и сюда нажимать, получается. Нам подсказки не нужны, я буду у вас вместо подсказок сейчас. Итак, синтаксис данной формулы. Всего в три аргумента у нас проходит. Мы выделяем с вами после открытой скобочки сорт табличку без заголовка, заголовок брать нельзя, затем ставим точку с запятой. Точка с запятой, желательно знать, где она находится в английской раскладке, чтобы у вас все прекрасно получалось, можно вообще здесь русский язык не использовать. И единичку. Единичка означает, что я собираюсь сортировку проводить по первому столбцу. Но это не в абсолютном, а в относительном смысле я показываю. То есть если бы я захотела по наименованию товара, я указала бы циферку 2, независимо от местоположения таблицы на экране. Тут просто совпало, что первый столбец таблицы и первый столбец Excel. Ну а далее через точку с запятой я по-английски собираюсь продолжать работать. Пишу принцип сортировочки true, то есть по возрастанию. Истина на английском языке. Слово true можно и по-русски писать, но лучше не прыгать с языка на язык. Мой вам совет, так будет проще. Закрывать скобочку можно, хотя это для одной формулы не обязательно. Онлайн таблицы с этим вполне справляются. Нажимаем на Enter для завершения формулы и получаем с вами копию. Копию таблицы, но разве что эта копия отсортирована по первому столбцу. Связь между данными у вас сохраняется. Если вы будете менять данные в исходной таблице, например 30 число поставлю, 30 апреля вместо 11 апреля устанавливаю, и у меня сразу, получается, меняются данные, которые формулой подтянуты из моей маленькой базы данных. Как вы видите, 30 число у меня появилось, перешло вниз. Но, пожалуй, я отменяю действие назад, отменю действие назад, пусть у меня исходные данные остаются как вместе без изменений. Вот это мы на листочке тренировка сейчас делали. Базовый такой способ работы с этой функцией. Всего три аргумента. Три аргумента. Первый аргумент – это диапазон сортируемых данных. Табличка, выделенная без шапочки, только записи вашей таблицы. Какой столбец у вас приоритетный в сортировке, и по какому принципу – по возрастанию, либо по убыванию. За это отвечает оператор аргумент истина. Истина, либо true. Ну, здесь он у меня автоматически перевелся на русский язык. Так, чуть-чуть усложнить. Немножко усложнить хотела бы функцию. Первый вариант, какой синтаксис у функции отправляется вам в чат. Ну, так, на всякий случай. Это обычная форма работы со слушателями вебинаров, что когда материал в сжатые сроки подается, я предпочитаю формулу еще и отправлять, на всякий случай. И перехожу еще ниже. Перехожу еще ниже. Теперь я хотела бы продемонстрировать, как проводить сортировку по двум столбцам. Многоуровневая сортировка доступна вам в программе любого другого табличного редактора. Ну, давайте попробуем с вами здесь сделать с помощью формулы. Количество уровней сортировки не ограничено, но имеет значение порядок. Порядок, в течение которого у нас, вернее, порядок с учетом которого, многоуровневая сортировка, она имеет приоритет, поэтому тот столбец, который мы укажем первым, он будет главным. Потом второй, ну и так далее. Итак, сорт. Выбираю функцию сорт. По-прежнему обращаюсь к исходным данным. От А2 по F17. Провожу выделение. Точка запятой в качестве разделителя. Так, ну, допустим, первый столбец, он очень удачный, он создает повторы, поэтому я, пожалуй, буду его придерживаться. Единичка, единичка, устанавливаю единицу. Затем пишу true, тоже не буду менять принцип порядок дат, от старых к новым, то есть у нас по возрастанию будет сортировочка. Так. И вот сейчас будет разница. Мне хотелось бы включить сюда еще и количество, чтобы количество у меня в рамках повторяющихся дат сортировалось по убыванию, ради разнообразия. Количество – это третий столбец в этой табочке, дата первый, наименование второй, количество третий. И циферка 3, указанная мною с клавиатурой, далее указывает, что мне нужно сортировку сделать по этому столбцу тоже. Ну и чтобы было ради разнообразия по убыванию, мы пишем false. Ну, false, я который, false. Ну и все на этом. Все на этом. Я получаю копию таблицы с иным принципом сортировки, который мы сейчас посмотрим на экране. Enter. Вся табличка целиком у вас появляется ниже. Давайте я там подниму ее немножко. Ее вот проще всего проанализировать на основании повторов. Первый столбец у нас был приоритетный. Послушно отсортировался от 11 апреля по 13 мая. Причем даты были одинаковые, и у нас создались повторы дат. Вот 12 апреля. И в рамках 12 апреля у вас будет сортироваться столбец третий по убыванию. По убыванию. 44, 40, 31, 26, 24, 9, 8. Да, по убыванию. Первый был по возрастанию, второй был по убыванию. Ну, в общем, вот что из себя представляет сортировка многоуровневая. Имеет смысл в том случае, если в табличке имеются повторы, когда в рамках одних повторов могут сортироваться другие повторы. Ну, а синтаксис он, ну, просто элементарно будет продолжаться дальше-дальше. На всякий случай формулу сбрасываю в чат. Так, ну вот, вот как бы основы. Основы вот в этом смысл. Если бы у нас столбец с количеством также бы создавал повторяющуюся информацию, то можно было бы идти дальше и указывать уже там четвертый столбец, и указывать принцип, пятый столбец, указывать принцип, ну, в общем, сколько угодно. Сколько у вас столбцов в таблице, столько вы и делаете, да, уровней сортировки. Пока это имеет смысл. Пока смысл имеет. При этом все строки. Как вы видите, показаны абсолютно все строки. То есть, если мы выделяем верхнюю табличку, вот только данные, строка состояния в гугле, в гугл таблицах у нас демонстрирует количество, вот я ее здесь перенастраиваю, количество 16. Ну и точно такое же количество строк мы с вами получаем ниже, количество 16, количество 16. Все строки выдаются, все строки. Почему я так особенно делаю на этом уклон, уважаемые слушатели, вот у нас есть еще функция, которая поступает иначе, иначе. Сейчас мне хотелось бы показать вам немножко такую забавную бонусную процедуру. Ну она такая вот, чуть-чуть кажется уже на утяжеление пошла. Мы собираемся добавить шапочку, допустим. Я опускаюсь на пару строчек ниже. Ну, допустим, где-нибудь здесь вот нахожусь. И хочу сделать то же самое. Сейчас мне нужно получить данные с таблицы, но вот очень хочется забрать шапочку. После знака равно, мы по-прежнему работаем на английской раскладке клавиатуры, фигурную скобочку прошу добавить. Вот такая вот фигурная скобочка. В других табличных редакторах такая скобочка выполняет функцию массива. Мы знаем с вами, что есть такие функции. Но в Google таблицах вам не понадобится ни специальные формулы, ни специальные способы сочетания клавиш. Ничего такого делать не нужно. Только не забудьте о скобочках. Здесь мы можем с вами объединять данные без лишних усилий, просто указав их отдельными диапазонами, но внутри фигурных скобочек. Итак, выделяю шапочку таблицы в диапазоне от А1 по Ф1 и ставлю точку запятой. Затем пишу ту же самую формулу, которую мы с вами писали раньше. Не буду я здесь выдумывать ничего. Функцию пишу сорт, сортировка. Затем, клубочку открываю. Диапазон от таблицы от всех до сих. Затем. Тот же самый пусть будет принцип. Первый столбец true. Третий столбец false. Закрываю скобочкой за формулой сорт, но этого мало. Мы еще также закрываем фигурную скобку. Фигурную скобку за вот этой вот чередой диапазонов. То есть получается мы шапочку таблицы собираемся объединять с результатами от сортировки. И обычную клавишу enter нажимаем, чтобы получить в нашей ячейке шапочка таблицы прямо-таки ее будет показывать. Все сразу. И заголовочка вашей таблицы, и заодно и отсортированную по нужному принципу копию вашей базы данных. Вот я результат направлю вам в чат. Хотя результаты, если вы скачали непосредственно мою копию, результаты вы должны также наблюдать. Я заранее подготовила для вас примеры. Примеры, которые вы получаете. Примеры сортировки. У нас такой третий листочек получается. Там тоже самое находится. Но я постаралась там не скакать по задаче. Это вариант с объединением. Есть еще один вариант. Я очень боюсь сейчас усложнить операцию, но считайте, что это небольшая бонусная операция, которую уместно, в общем-то, решать немножко другими функциями. Другими функциями. Видите ли, есть также функции фильтрации. Я собираюсь рассказать на следующем семинаре, который посвящен таблицам. Но пока можно сработать, пожалуй, скажем так, по-простому. Что если вам требуется не все 16 записей, а требуется, ну, скажем, часть записей, которая, ну, причем выборка, как бы, понятно вам. Вы не хотите, как бы, возиться с табличным редактором, все это как-то тщательно объяснять. Просто вам нужна не вся таблица. Вам нужно, ну, скажем, там, записей, там, 10, может быть, 5 записей нужно. И как бы вот такую сделать выборку? Здесь я собираюсь применить снова возможности по объединению с фигурными скобочками. И перехожу уже на следующую позицию. Так. Ну, как всегда, со знаком равно. Как всегда, со знаком равно. Фигурные скобочки. Фигурные скобочки. Для того, чтобы произвести объединение. Доступ к таблице, пожалуйста, вот по этой ссылке. Только потом обязательно создайте копию. Команда файл, создать копию. Итак, фигурные скобочки у меня открываются. И я собираюсь указать шапочку, потому что я шапочку хочу. От А1 по F1. Точка запятой, как обычно, как в любом табличном редакторе. Затем функция sort. Функция sort. Внутри которой, и вот она, вот она пошла за кавыком. Мне нужны диапазоны из моей базы данных, но только те диапазоны, которые вот я сама понимаю, сама вижу эти диапазоны. Вот вижу их, хочу их и выделяю их. Но так как это будут несколько диапазонов, мне нужно снова использовать функцию, не функцию, а вот знак, фигурные скобочки, которые выполняют здесь функцию объединения. То есть это вот прям что-то новенькое, я уверена, для вас. Такого рода знаки вы увидите при использовании формы массивов в табличных редакторах. Ну, а здесь без всяких сложностей. Да, мы используем фигурную скобочку и производим, ну, выделите часть диапазона, ну, скажем, вот 13-е числа. Вот 13-е числа я выделяю от А8 по Ф11. Ставлю точку запятой. Ну, и возьму еще немножко, наверное, еще чего-нибудь возьму. Что еще? Вот 13-е строку возьму. От А17 по Ф17. Ставлю точку запятой. Итак, у меня есть 13 апреля, есть 13 мая, ну, и вот еще есть 13 апреля. То есть вы можете вот таких строчек указать сколько угодно, перечисляя их точкой запятой, но внутри фигурных скобочек. Но внутри фигурных скобочек. Вот. Затем фигурные скобочки закрываются. Закрываются. Так, Марина, ваш вопрос. То есть вот такая ссылочка, Марина. Я ее распространяла раньше, вы немножко попозже, видимо, подключились. Но потом нужно создать команду файл, создать копию таблицы. Фигурные скобочки закрываются, и это все будет восприниматься вашей программой, так сказать, да, вашим сервисом, как единый массив данных, который надо будет извлечь. Ставите точку запятой, чтобы дальше продолжить себе писать прочие аргументы функции сорта. А что у нас прочие аргументы? По какому столбцу проводим сортировку? По первому. Какой принцип? True. Так. Третий столбец false. То есть я продолжаю выдерживать этот же самый принцип. Николай, вот вы задаете вопрос про Excel, да? А вот не получится же, Николай, так сделать? Не получится, поскольку в Excel как бы нет таких функций. Почему я так сейчас представляю вам на семинаре? Это как способ уникальной работы, да? То есть совершенно аутентичные функции. Вот именно поэтому, именно поэтому. И затем закрываю круглую скобочку за функцией сорт. И не забудьте, у нас еще есть шапочка. Шапочка с фигурной скобкой у нас до захватывается. И просто Enter. В этом случае мы с вами получим не 16 столбцов, не 16 строчек, да? А вот только то, что я трепетно выбирала. Трепетно выбирала. Вот у нас с вами 13 числа. Вы помните, как я все это по отдельным диапазонам выбирала, выбирала, выбирала. Так. И снова хороший вопрос, Дмитрий. Где можно ознакомиться с полным перечнем? Ну, у меня где-то есть, конечно, такая информация. Если вы мне напишите на почту, я постараюсь вам выслать список, как бы, вот, да, противопоставления. Ну, я могу сразу отметить, простите, Марина, я ответила вам в общий чат. Давайте я направлю в общий чат эту формулу. Скорее, вот, речь идет о печальном моменте, о том, что все-таки нет совместимости, хорошей совместимости между Google таблицами и Excel файлами. Поэтому, пожалуй, Дмитрий, речь идет о кардинально другом способе работы. То есть не пытайтесь подружить эти два сервиса друг с другом. Но вот если вы сейчас попробуете скачать эту табличку и открыть ее в Excel через команду файл, скачать, и вот он, Excel-овский формат, ваши формулы не будут продемонстрированы. Будут только константы, будут только значения по формулам. То есть это в плане вот совместимости. Сейчас я представляю вам функцию, которой, конечно, нет в этом редакторе. Так, я постараюсь сегодня ответить, Дмитрий, на этот вопрос вам. Вашу почту вижу. Ольга, прекрасный вопрос, как сохранить таблицу. Я очень долго не доверяла тому, что я делаю. Но дело в том, что, Ольга, вы уже сохранили таблицу. Вы каждую секунду сохраняете таблицу. Вы постоянно сохраняете таблицу с вашим действием. Да, моя рука тянулась каждый раз в команде «Сохранить». Но вот в меню файл, как вы видите, нет такой команды. Дело в том, что вы уже сохранили непосредственно в Google аккаунте. Она у вас есть. То есть, если вы нажмете сейчас на этой страничке, вот на этот знак, чтобы показаны были все таблицы, которые созданы в вашем Google аккаунте, то вот вы переходите на главную страницу Google таблицек. Вы увидите ваш файл. Вы же создали копию вашего файла. Вы увидите ваш файл и сохранять этот файл просто не нужно. Если же вы хотите его экспортировать, то речь идет уже о его сохранении в каком-то конкретном формате. Это будет файл и команда «Сохранить», вернее, не «Сохранить», простите, «Скачать». «Скачать» уже в каком-то формате можно. Но в Excel скачивается, конечно, с потерями. Дмитрий, по поводу вопроса про надстройки. Ну вот я пока эту тему развивать не готова. Мне хотелось бы ее очень-то красиво и вкусно представить, пока я не буду говорить про надстройки Google. Скорее, они, ну, есть, есть, есть похожие вещи, но я пока не готова провести их сравнение. То есть пока не готова их упоминать. Я буду о них обязательно говорить, о надстройках, которые наподобие там PowerPivot, PowerView, PowerQuery, там, наверное, об этом упоминаете. Буду о них говорить уже на следующих семинарах. Итак, ребята, подождите, подождите, давайте, вы меня замучили вопросами, но семинар у нас с вами еще не закончился. Дайте мне 10 минуточек на нашу официальную видеозапись, и дальше я уже отвечу по вопросам потихонечку, пока перехожу на следующий листочек. Листочек тренировка 2. Здесь я готова буду вам представить еще очень интересную функцию, которая также, как вы увидите, занимается сортировкой, но при этом она отвечает еще и за количество, за количество записей, которые вы можете ей задавать. По принципу уникальности можете задавать также изъятие, ну, вот будет интересная штука. Итак, попробуем, попробуем. На втором листочке тренировки мы рассмотрим с вами еще одну функцию, функцию Sorten. Синтаксис у нее посложнее, посложнее. Те примеры, которые мы делали в презентации, я так коротко прокручу, проговорила, можно сказать. Так, функция Sorten имеет на первый взгляд большее количество аргументов, так, не туда нажала, большее количество аргументов, и кажется, что она посложнее. На самом деле, здесь достаточно всего одного аргумента, все остальные аргументы не обязательны. Но они очень интересны, поэтому мне все равно хотелось бы по ним коротко, но пройтись. У меня 10 минут, потом меня отрежут от эфира. Мы сейчас по ней пробежимся. Я думаю, что вы обязательно найдете какую-то выгоду в использовании этой функции в Google таблицах. Итак, снова есть исходная база данных, по-моему, копия того, что у нас было на листочке тренировка 1. И снова я располагаюсь где-то вот пониже от исходной базы данных и пишу функцию Sorten. Sorten. Вот. Одной буковкой отличается. И пока я предлагаю вам просто выделить, выделить вашу табличку без заголовка, то есть выполнить только обязательную часть. Так, что мы с вами увидим? Только одну строчку. По умолчанию сортировка происходит. В общий чат направляю формулу. По умолчанию сортировка происходит у вас по первому столбцу, то есть мы этого не указывали. И первое значение в этом столбце за 11, первое встречное значение, вот я его вижу на 12 строке, оно у нас находится. Первое встречное значение минимальное у вас возвращается в качестве единой строки. Вот, пожалуйста, все. Вот без настройок так работает эта функция, без настройки. Но гораздо интереснее посмотреть ее с настройками, и вы хотите получить из этой таблицы первые, ну, допустим, первые пять. Первые пять. Еще раз пишу функцию Sorten. То есть она, получается, работает с каким-то извлечением данных по количеству, да? Можно закладывать количество из MyMogo. Также исходная база данных, и через точку запятую добавлю, ну, ням-ням-ням-ням, пусть будет цифра пять. Пусть будет цифра пять. Исходная база данных, и второй необязательный аргумент – это пятерка. И по порядку сортировки у меня извлекается первые пять строк. То есть такое ощущение, что мою исходную базу данных сначала сортировали по первому столбику, а потом сюда копировали. Единственная разница с табличными редакторами, которыми мы, может, сталкивались ранее, что у вас этот же результат-то живой, да? Меняется исходная база данных, меняется подача в таких табличках. То есть если вам нужен мертвый результат, то, конечно, тут копипаста, да, и все дела. Так. Далее. Еще чуть-чуть будем усложнять. Ну, тут очевидно, да, первые пять строк в порядке сортировки. Первые пять строк в порядке сортировки. Ну, а на вопрос, а если мне вообще нужен совершенно другой принцип, мне нужно сортировочку сделать не по столбику А, а по столбику Б, вот как в таком случае работать? Вот в таком случае нам нужно с вами реализовать еще некоторые аргументы. Есть много аргументов. Равно. Сортен. Сортен. Итак, шапочку можно прописывать по такому же принципу, просто я этим не занимаюсь уже. Так. Выделяю нашу базу данных без шапочки. Далее. Пять строк. Хочу пять строк. Пятерочка. Ну, чтобы было как в прошлый раз. Затем аргумент, который я пока не буду обсуждать, это аргумент ноль. Это означает просто в порядке сортировки изымать мне данные. Ноль. Поставьте нолик, мы потом поэкспериментируем с вами на оставшихся нескольких минутах с этим аргументом. Он интересен. Ноль. Так. И после нуля мне надо вот указать сейчас Google таблицам, что мне нужно сортировать именно по наименованию товара. В отличие от функции сорт, к сожалению, я здесь не могу просто указать числом, что мне нужен второй столбец. Мне надо произвести выделение. Мне надо произвести выделение. Я произвожу выделение столбика B от ячейки B2 по ячейку B17. Разумеется, диапазоны по высоте должны быть одинаковыми. Но вы к этому привыкли. Это так работает в любых табличных редакторах. От B2 по B17. От B2 по B17. Ну а далее надо просто указать принцип. Нам нужно true, допустим, true, ну чтобы не путаться, да, по возрастанию, по возрастанию. И на этом я закрываю скобочку. То есть чем у нас с вами сейчас отличается вот ситуация, что мы с вами уже не просто по первому столбцу сортируем по умолчанию, а именно по второму столбцу производится сортировка. Пять строк у нас будет выдано, а вот этот нолик, нолик мы с вами раскроем в нашем последнем упражнении. Итак, в отличие от предыдущего результата, вот с такой формулой, когда я просто пять строк, у меня по умолчанию был первый столбец. Результат я отправляю формулу также вам в чат. Теперь у меня изымает пять строк, но по принципу сортировки во втором столбце. Во втором столбце наименования у меня сначала C, потом F, да, ну вот, вот, да, уже столбик с датами не такой уж здесь и важный, не такой уж и главный столбец. Ну вот, собственно, что мы с вами и сделали. Так, ну давайте еще одно маленькое усложнение. Сделаем с вами извлечение сразу по двум столбикам. Ну как, делали это в сорте, возможно ли это, сейчас посмотрим. Далее, снова функция сорта и говорим про наши аргументы, разговариваем с нашими аргументами. Аргумент первый. База данных, которую нам надо сортировать. Выделяем без шапочки. Далее, далее. Так, сколько строк собираемся извлекать? Ну, я хочу побольше извлечь строк, пусть это будет 10 строк. Далее. Далее аргумент 0, который я пока не была готова с вами обсуждать, но очень скоро начну его обсуждать. И так как будет сортировка многоуровневая, я предлагаю сделать это как на прошлом нашем упражнении с функцией сорт по первому столбцу и по третьему столбцу. Это столбик А, который мы на этот раз выделяем, выделяем от А2 по А17 и true, true по возрастанию стало быть хотим. Ну, а также это столбик С, который я выделяю от С2 по С17. Ну и так же, как в прошлый раз, чтобы у нас была проба false по убыванию. Так, и в результате мы с вами получаем табличку в 10 строк. Я сейчас формулу сброшу вам в чат, уважаемые слушатели. Дайте мне возможность такую. Пожалуйста, пожалуйста. Так, формула улетела в чат. И 10 строк, да, как я хотела, как я хотела. То есть такое ощущение, что табличку вначале сортировали, а потом сюда прокопировали, согласны? Последите, пожалуйста, за датами. Вот по ним можно, пожалуй, сейчас сделать самые яркие выводы, что вы получили даты не в уникальном состоянии, просто в порядке сортировки. В порядке сортировки. Но 10 штук. Следим с вами также за количеством. Это ровно 10 штук. Количество у нас на строке формул отображается, ой, на строке состояния, простите, отображается. Десяточка. И вот на этом этапе я и могу сказать, что вот давайте посмотрим на разные ситуации здесь. А что если вот у меня будет не ноль, а будет единица? Вообще подобных аргументов может быть всего 4 штуки. Это ноль, единица, это будет двойка, самая вот не полезная иногда в моей работе единица, двойка и тройка. Итак, ноль у нас с вами работал в порядке сортировки. То есть такой непритязательный ноль. Если мы с вами укажем единицу, то мы получим большее количество записей. Сейчас единичку ставлю. Единичка. Потому как будут включаться еще и дубликаты. Единица вместо нуля дала мне уже, какое количество записей понаблюдаю. А, ну да, у меня ничего не изменилось, поскольку все то же самое получается. То есть если были бы еще дубликаты, то они были бы проставлены сюда тоже. Надо было попробовать с другим примером, с меньшим количеством. Давайте я попробую 5 здесь поставить, вот тогда будет хорошо. Давайте десяточку на пятерку поправим, тогда будет больше вариантов для того, чтобы делать выводы. Пятерочку поставлю. Вот так. Итак, поправка формуле. Поправлю. И еще раз показываю, как работает ноль. Ноль показывает мне первые 5 записей. Ну и как бы все идет подряд. Порядки сортировки. Если вместо нуля я поставлю единичку, то записей может быть больше, поскольку включаются дубликаты. Ну, все равно 5. Ну, так получилось. Исходные данные такие у меня. Если я поставлю двоечку, вот сейчас будет интересно. Если я поставлю двоечку, то в таком случае я буду получать меньшее количество. Ну, что ж ты делаешь-то? Они все, получается, все учитывается. Ребята, я еще буду сокращать формулу. Я уберу второй уровень сортировки. Вот сильно сокращу формулу, чтобы у меня был вот всего вот такой вот вариант. И вот тогда, да, вот тогда все поменяется. Так, давайте я вам ее отправлю в чат. Не учла еще один уровень сортировки. Sorry, sorry. Поленилась сделать еще одно отдельное упражнение. Вот теперь правильно. Вот теперь правильно. И вот сейчас на нем поэкспериментируем. Второй уровень со столбиком С я просто сейчас убрала. Не стала учитывать. Итак, пять записей. Пять записей демонстрирую при нуле. Вот, начну сначала. Первые пять записей в порядке сортировки 11 апреля и 12 апреля мне отображаются. Только с одним уровнем сортировки по столбику А, по столбику с датами. Так, единичка должна мне дать большее количество записей. Единичка – это включая дубликаты. Вот, они посыпались. То есть данных-то у меня за 12 число много, так что дубликаты добавились тоже. Дубликаты, почему они ранее не отображались? Поскольку была сортировка по второму столбцу, и это бы тоже учитывалось. Так. Так, двоечка даст мне результат без дубликатов. То есть я должна получить варианты без дубликатов, и получается это 11, 12, 13, 14 число, и вот пошло 12 мая. 5 записей без дубликатов по данному уровню сортировки. Вот так работает двоечка. Показать первые 5 записей данного уровня сортировки. Ну и в конце концов, если я покажу троечку, то данных снова у меня становится больше, поскольку показаны первые 5 записей, но с дубликатами. Ну, взгляните, у меня уже не соблюдается порядок сортировки, а вот сразу дубликаты добавляются. 11 числа, 12 числа, 13 числа и 14 число, и вот 12 мая. Я посчитаю каждое. Раз, два, три, четыре, пять, да? То есть всего 5 оригиналов и дубликаты к ним. Чем же отличается от нашей исходной таблички? Ну, тем, например, что нету здесь данных за 13 мая. Это была бы уже шестая дата, и мы ее сюда просто не стали включать. Так что вот этот аргумент, он, пожалуй, очень чувствительный, очень интересный аргумент. Какой вы хотите вариант с повторениями? Ноль – это просто в порядке сортировки. Ноль в порядке сортировки. Единица – в порядке сортировки, включая дубликаты. Двоечка – показать записи без дубликатов 5 штук. И троечка – последнее – показать 5 штук вместе с дубликатами. Вместе с дубликатами. Ну, и вот получается их уже будет, да, 5 оригинальных записей плюс их дубликат. Вот такие вот возможности при постановке различных бизнес-задач в онлайн-таблицах очень-очень радуют. Ну, я там по каждому такому направлению обещаю вам сделать соответствующую тренировочку. Будет практика так под задачу, под бизнес-задачу. Так что мы могли с вами каждый вариант попробовать и привязать его к практике для хорошего запоминания. Итак, если вы хотите оставить себе этот пример на память, не беспокойтесь, он у вас уже сохранен. Я выхожу на главную страничку в Google таблицах. Этот вариант лежит здесь у меня. Ну, и, пожалуй, это будет завершение нашего вебинара. Мы с вами познакомились с двумя функциями, аутентичными функциями Google таблиц, которых нет в других табличных редакторах. Это Sort и Sorten. Sort и Sorten. Уважаемые слушатели, я хочу закончить официальную запись, нажать на кнопочку Stop и затем с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Продолжение следует...